Прежде всего, человек должен знать, чего ему недостает. Да, и это просто первая помощь, когда он получает знание, чего ему недостает. Он пишет, что помощь – знать, в чем болезнь, а не то, что человек думает. Вот, когда приходит помощь, человек понимает, что это помощь свыше, и это просто ему ясно, в чем помощь. Ты почувствуешь, а потом поймешь. Как не запутаться, то, что я думаю, что является помощью, а может быть, это просто мне во зло, как тот ребенок, который хочет булавкой почесать глаз, есть такой пример. Верно, но тут не говорят тебе, что ты уже что-то получаешь. Ты работаешь в разуме и сердце, то есть в чувстве и понимании. И они, эти два элемента, и приводят тебя к решению, когда ты начинаешь правильно задавать вопросы. То есть, если можно заострить, то, что он в разуме понимает, что он должен работать в вере в высшие знания, это все еще не то, что он чувствует эту работу. Вроде это первый шаг такой, когда мы понимаем, что все, что в моем разуме, в моем понимании, это вообще не в том направлении, все, что я хочу наполнения для себя, это наверняка не в том направлении. Как-то это первое восприятие? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!